всем привет новое видео на канале гаджетмани и сегодня я вам расскажу как прошить сяоми ми 5 с разблокированным загрузчиком на кастомную прошивку в частности на интересную для меня прошивку android 8 1.0 портированный с пикселя для того чтобы это сделать нам в первую очередь надо убедиться что у нас загрузчик разблокирован как это сделать есть много инструкций в интернете если вы напишите в комментариях сделай инструкцию я непосредственно сделаю короткую подробную инструкцию об этом после того как мы убедились что у нас телефон разблокирован то есть мы заходим непосредственно в расширенной настройки без разницы какой версии у вас операционная система здесь у нас есть заводская разблокировка и статус у нас загрузчик разблокирован далее для того чтобы попасть непосредственно в эту менюшку мы просто заходим о телефоне выбираем версию MIUI вы уже разработчик и непосредственно в расширенных настройках заходим в эту в эту вкладку здесь мы обязательно включаем отладку по USB нам это нужно для того чтобы у нас все непосредственно хорошо коннектилась и соединялась с компьютером также вам необходим будет компьютер под любой операционной системой в моем случае это windows 10 home или какая-то там не знаю какая в общем windows 10 все предустановленные драйвера ссылка будет на фобода на тему которая отвечает за это в описании под этим видео также я хочу вас предупредить что я не несу ответственности за то что вы делаете со своими устройствами это просто моя демонстрация моего успеха или не успеха этой самой инструкции и непосредственно всех моих действий так что имейте в виду ответственность вы берете на себя после того как вы это сделаете вам нужно установить еще парочку прикольных файлов в виде самой прошивки и сейчас я здесь зайду потому что здесь только установил проводник у нас есть сейчас разрешаем больше не показывать окей давайте так здесь у нас есть два вот таких вот файлик а непосредственно pixel experience это сама прошивка вот этот фирме фирм фирм фирме 821 после того как вы это сделали у вас должна быть установлена папка adb на диске c сюда также помещайте вот она у нас папочка adb сюда обязательно помещайте recovery называйте его просто recovery у него на конце есть свой свое разрешение файла ай м джи если я не ошибаюсь ну и непосредственно консоль это вот такая вот штука она есть на любом компьютере вызывается путем какой каких-то комбинаций клавиш я в этом не силен но просто наберите на английском cmd и у вас выйдет непосредственно командная строка после того как вы это все сделали загрузили на устройство саму прошивку переходим непосредственно к самому действию телефончик у нас выключается после того как вы его выключили клавиша включения и регулировки громкости кнопка вниз то есть мелодия вниз то есть звук вниз нажимаем и держим до появления зайчика вот так вот появился зайчик и после этого мы смело подсоединяем желательно родным кабелем моем случае кабель все в лучших традициях знаете как снимают что действительно на ютюбе такой годной какой-то инструкции дальше нам будет необходимы следующие команды в первую очередь мы должны убедиться о том что у нас фазбуд девайс вписываем следующую команду я ее просто копирую и тем самым мы непосредственно прошиваем рекавери после того как вы прошли в рекавери для того чтобы не мучиться заходом в рекавери мы просто пишем другую команду виде я ее просто вставляю потому что мне проще вставить это занимает меньше времени то есть непосредственно телефону даем команду зайти в это самое рекавери и после этого у нас телефончик должен мы соответственно прошли на кастомная рекавери и у нас заходит в это сама кастомный рекавери как только мы зашли в это кастомной рекавери первое что надо будет сделать это из рекавери перезагрузиться еще раз в рекавери перезагрузка рекавери не устанавливать погнали вот сейчас он зайдет непосредственно в рек соответственно видите И после того, как мы все это проделали, следующими шагами, это у нас будет установка непосредственно самой операционной системы, самого мода, очистка, выборочная очистка, вайп систем, вайп дата, вайп кэш, вайп далвик кэш, правильно? Правильно. И очищаем. Это непосредственно все, все. Назад, еще раз назад. После этого у нас идет непосредственно установка вот этой вот версии файла. Прошивается тоже достаточно быстро, для того, чтобы у нас, надеюсь, встала хорошо сама прошивочка в виде андроида 8.1.0. Вот форум. Вот телефон. Итак, телефончик у нас прошился. И дальше мы просто прошиваем непосредственно саму прошивку. В самой прошивке содержатся минимальные гапсы, то есть Play Market есть, остальное все вы сможете установить самостоятельно. Первоначальная загрузка происходит от 2 до 7 минут приблизительно, потому что сутки назад я это все делал, и сейчас пришлось это все делать заново, потому что, скажем так, ТВРП Рекавери меня заставило это сделать, не знаю, по моей вине или по чьей-либо еще. Ну, в общем, повод это все дело заснять на видео. Да, в таком любительской атмосфере, но, как говорится, как есть. Ну, что ж, как всегда делаем очистку Далл и Кэш, все это дело назад. Перезагружаем еще раз в Рекавери, ничего не устанавливаем. Это так на всякий случай. Последующие действия таковы. Установка непосредственно настройка самой прошивки и настройка ее под себя, установка непосредственно тех файлов, которыми вы будете пользоваться, перезагрузка, система, не устанавливать. Погнали. Вот так вот будет продолжаться порядка 7 минут. Вернусь, когда все будет уже для первоначальной настройки готово. Ну, вот и прошли эти 7 минут, плюс-минус парочку. Ну, и непосредственно первоначальная настройка. Это мы все дело пропускаем. Поиск Wi-Fi сети. То есть сразу можем проверить, есть ли у нас Wi-Fi соединение или нет. Здесь также пойдет настройка сканера отпечатка пальцев. Непосредственно настройка самой системы. Плюс-минусы в этом тоже есть. Можно настроить шрифты, обои, прям с самого начала. В принципе, прикольно, но также никто не мешает это сделать потом в дальнейшем. Копировать данные. 5 часов назад есть какая-то резервная копия. Посмотрим. 5 часов назад, в принципе, и не ожидалось. Приложений, контакты. Ну, короче, переносим. Да, настраиваем сканер отпечатка пальцев. Используем пин-код. Задать пин-код. Далее. Ну, и после этого у нас так, резервное копирование на помогать определять местоположение. Пускай будет. Разрешите обоим использовать местоположение. Отправлять системные данные я не хочу. Ну, и, собственно, все остальное. Показывать личную информацию. Дополнительные какие-то приложения. Завершить настройку. Ну, и сейчас пойдет восстановление всех тех приложений, которые у меня были установлены 5 часов назад на данной прошивке. На данном смартфоне. В общем и целом, друзья, суть посыл видео таков, что если вы что-то делаете, во-первых, вы внимательно прочитайте об этом в интернете. В частности, посмотрите YouTube. Посмотрите ролики. Почитайте форум. Все знают, что FUPDA это в основном про смартфоны. И не только. Ну, и там вы найдете все ответы на все ваши вопросы. Что посоветую я, порекомендую. Это изначально позаботиться о своем времени. В плане том, что скачать прошивки все заранее. Может быть не в тот день, когда вы соберетесь прошивать телефон. Конечно же, разблокировать загрузчик, если вам это будет необходимо. То есть, если вы хотите действительно устанавливать полноценные кастомные прошивки, как это сделать. В принципе, куча инструкций в интернете. Но опять же, я подмечу одно. Но если, к примеру, ранее на вашем аккаунте, ми-аккаунте, без него некуда. Вы подавали заявку на разблокировку загрузчика на каком-то другом устройстве, которое можно производить. То есть, разблокировку загрузчика можно, по-моему, производить раз в 30 дней. То есть, раз в месяц. То вам в последующем. Вот на моем аккаунте я там пару раз, по-моему, или один раз разблокировал загрузчик. Это было буквально там года два назад. То сейчас я просто установил Mi Unlock. Это приложение специальное. Вел туда свои данные. Вел пароль. Разблокировал загрузчик буквально за 30 секунд времени. Я не ждал ни одобрений, ни смсов. Вообще ничего. И после этого уже непосредственно переходил к той инструкции, которую я сейчас вам озвучил. Установка ТВРП Рекавери. И непосредственно установка прошивки. Ту, которую вы выберете. Еще раз. Все подробные файлы будут в описании под этим видео. А скорее всего, я сделаю проще. Я прям точечно на страницу форума, где и как все обо всем об этом прочитать. Потому что там вы найдете более-менее нормальную поддержку, если у вас возникнут какие-то вопросы. Если данное видео понравилось, я думаю, что оно вам должно понравиться, потому что оно длинное. Может быть много воды. Но извините, я так всегда говорю. Подписывайтесь, ставьте колокольчик. Нажимайте там рассказать друзьям, если вам будет это, скажем так, интересно. И совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова